В этом видео мы с вами рассмотрим гистограмму. Красивое, анимационное, вот такое вот построение графика чего-либо. Давайте еще раз посмотрим. Обновлю страницу. Вот так вот он выстраивается. Разные цвета. Можно задать. Это премиум плагины от Cracoblock. Сейчас я вам показываю демонстрацию с сайта разработчика. А все это находятся плагины JetElements. JetElements это не один плагин. Это целый набор разных плагинов. Вы сами можете посмотреть, на каждом плагине есть демонстрация, для чего и что это нужно. Это все хорошо будет работать в связке с Elementor Pro. То есть это плагины, которые расширяют Elementor Pro конструктор страниц на WordPress. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Все ссылки я, конечно же, оставлю в описании под этим видео, если вы смотрите этот ролик с канала YouTube и также на моем сайте fedorvasilev.com. У меня данный плагин скачан и установлен на мой тестовый сайт WordPress. Я зашел в режим редактирования своей демо-страницы через Elementor Pro. Нашел JetElements. Здесь все они у меня, вот эти элементы, установлены. Поэтому я нахожу гистограмму. Он здесь по-английски называется по-другому, конечно же. Вот эта плитка. Перетаскиваю на холст. И давайте рассмотрим. Изначально сразу у нас строится график, такой демо-график. И давайте разберем настройки. Первое, что вы определяете, какой график. Такого вида или вот такого вида. И давайте сразу, чтобы было понятно. Я демо, вот ниже, видите, есть удалю. И начнем с первого графика, чтобы нам было лучше понятно. Вот здесь вы перечисляете, например, месяца. То есть вы должны сначала понять, как у вас будет строиться график по дням, месяцам и так далее. И здесь через запятую указаны месяца. Смотрите, можно по-русски написать. Если я напишу только лишь май. Пишу просто май. Видите, что происходит? У нас один график только за май. Почему он сразу у нас вот такой вот, по сути, вышины? То есть, видите, сбоку у нас такие тут цифры. По сути, это дни. Это настраивается чуть ниже. Например, то есть у нас изначально 10, если я поставлю 30, то это будет вот так выглядеть. То есть, как будто бы график 30 дней. Вот май месяц и 30 дней. И вот какой-то график у нас выстраивается здесь на столько дней, насколько нам это нужно показать. В данном случае это все мелко очень получается. Вы и так понимаете, что это будет у нас, например, дни. Давайте, чтобы это было 10 дней, пускай. Вот 10 дней и месяц май. Дальше вот это вот у нас, видите, ниже. Это шаги. По сути, если я выставлю здесь, например, вот так, то, видите, у нас разбивается как бы сразу 0 и 10. Ну, в общем, как-то можно здесь поиграться. Пускай будет 1. То есть, если в этом графике у вас будет вот таких столбиков на несколько месяцев, надо перечислить их через запятую. То есть, у нас май есть. Я ставлю запятую и пишу июнь. Вы можете видеть, что под нашими столбиками май написан июнь. То есть, вот 2 месяца. И так можете создать, сколько вам нужно. Я не знаю, сколько здесь уместится. Можно поиграть. По поводу мобильной версии, здесь просто вот так у нас сужается. Кстати, смотрится тоже достаточно нормально. Не знаю, как будет смотреться, если мы здесь устроим куда больше месяцев. На мобильной версии будет ли это смотреться. Надо смотреть, тестировать. Но, думаю, будет смотреться хорошо. Теперь давайте разберем сам столбик, графика. Насколько дней он вот должен быть, например, выше. Это у нас вот эта плашка. Здесь есть кнопка «Добавить элемент». Можете добавить еще один элемент. То есть, ярлык — это название. Если я навожу мышь на наш столбик, у нас там в всплывающем окне написано «Google». Соответственно, здесь можете что-то написать. То есть, название графика. Вот я навожу мышь, написано «Витя демо». И получается, вот это у нас, если я поставлю единицу, то он у нас как бы вот равняется единице слева, вот этот наш столбик с датой до 10. Если я поставлю 10, то столбик у нас идет до 10. Пускай это будет 5. Но здесь нам говорится, что мы можем через запятую поставить еще какое-то значение. Вот когда я ставлю еще какое-то значение, у нас появляется еще один столбик рядом. Он попадает уже на июнь. Давайте теперь разберем принцип, как разбивать графики по месяцам и по количеству столбиков в нужном месяце. Вот есть у меня, значит, два месяца — май и июнь. Вы это видите. В июне у меня нету столбиков. Как это здесь работает? У меня есть вот три столбика. Вот именно зависит от этой даты. То есть первый столбик у нас синий. Он до двух показывает. Больше ничего здесь нет. Соответственно, второй столбик до пяти. Мы даже изменим ему цвет, чтобы они отличались. Вот зеленый. И третий столбик тоже до шести показывает у нас. И давайте стиль ему поменяем на какой-нибудь фиолетовый. Что-то типа вот такого. Если нам нужно в одном месяце еще столбиков, то мы добавляем новый. Как-то называем его. И чтобы он тут появился, дату. То есть пускай он будет теперь до восьми. Ставим до восьми. Вот он вырастает у нас до восьмерки здесь. Таким образом. Вы видите, четыре здесь плашечки и четыре столбика. Что нужно сделать, чтобы в июне столбики начались тоже как бы идти. Если мы еще один элемент добавим, то он появится здесь пятым в графе май. То есть по кнопке добавить. Мы идем. Например, нам нужен вот последний столбик до восьми, который. Я в него захожу. Я ставлю запятую и ставлю любую дату. Пять. То есть он будет такого же стиля. И если я буду менять ему стиль, он меняется как бы. И здесь, и здесь. Но самое главное, это принцип работает здесь так. Но это еще не все. Давайте вот что еще сделаем. Первый столбик здесь, который до двойки. Я ставлю запятую, ставлю четыре, например. Он вырастает на том же месте, на том же уровне того же дизайна, только в июне. Но если вы захотите еще поставить запятую и поставить еще одну дату, вы ничего не увидите. Так здесь устроено. То есть третья дата здесь появится только для третьей колонки. Когда мы в заголовке допишем еще месяц следующий. То есть я напишу июль. И тогда вы увидите его здесь. То есть вот так вот это здесь устроено. У нас есть еще настройки. Вот это у нас уменьшает, так сказать, график. Высота графика. Вот этот переключатель отключает горизонтальные линии, которые у нас идут над каждой цифрой. Дальше заголовки отключаются. Это внизу у нас был май, июнь. Я думаю, что лучше их оставить. Вот это у нас подсказки, где у меня демо-демо при наведении мыши. Tooltip можно отключить и подсказок нет. Дальше отключение дисплея. Это вот верхние у нас, видите, вот эти вот прямоугольники с названиями. А их можно вовсе отключить, вот их больше нет. Или отобразить их слева, как здесь, низ, справа. И можно менять их местами. То есть красный сейчас стоит первый, синий вторым. Переключаю. Обратно синий первый. Вот эти вот наши прямоугольники. Дальше, что по стилям. На вкладке стиль есть ширина контура. То есть это у нас столбики стали такие более с выраженной рамкой. И есть цвет самим вот этим нашим линиям, синий линии. Ну и другие опции по дизайну. Я думаю, здесь надо просто пробежаться, посмотреть настроечки. Думаю, здесь вы уже справитесь без меня. На этом данное видео заканчиваю. И увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok